Продолжается совместный проект нашего телеканала и благотворительного фонда помощи больным детям, сиротам и инвалидам. Только в этом году для детей Тверской области собрано 767 тысяч рублей. Для тех, кто разделяет горе чужих людей, напоминаем, как можно помочь. Достаточно послать СМС-сообщение с вашего телефона со словом «Добро» на короткий номер 5541. Стоимость одного сообщения 75 рублей. С корпоративных номеров сообщение не принимается. Ну а если вы хотите внести более значительную сумму, то заходите на сайт русфонда.ру. Там указаны все возможные способы оплаты пожертвования. Но сегодня мы расскажем о Маше Мазокиной из Кимр. У Маши родовая травма. Сломалась левая ключица. Сильно повреждено плечевое сплетение нервных волокон. И как результат ограниченные движения руки. Проблема с позвоночником. Сейчас Маше чуть больше полутора лет. Ребенок развивается. И чем он становится активнее, тем заметнее последствия травмы. Многие движения ей недоступны. Ручка чуть короче правая и вывернута внутрь. Маша может поднимать ее только до уровня глаз. С годами процесс будет только усугубляться. Это очень беспокоит Машину маму, Татьяну. Она хочет видеть свою девочку здоровой и полноценной. Ну, сначала не думали, что все так сложно будет. Сначала думали просто перелом ключицы и все. А потом оказалось, что рука без движения. И отправили нас сразу в больницу. Сразу после роддома и на скорой увезли нас в Тверь. И там уже поставили, наверное, в течение двух дней диагноз. Парез, дюшинерба, перелом ключицы, травмы шейного отдела. Она у нас целый месяц маленькая была в бандаже. Шея на вытяжке была у нее. Не снимая практически. На лекарствах. На сосудистые препараты разные ей. Как при инсультах. Вот колет взрослым. Ну и реабилитацию. Каждые три месяца с ней. Массажи все вот это делали. Динамика была хорошая. Ну вот до года. Потом. К полутора годам где-то все как на одном месте. Стало ясно, что только операция. Ну мы, да, уже видим, что как бы надо что-то еще делать. Потому что как бы потом сложнее будет. Просто это сейчас она так работает. Просто нам вот это состояние, которое сейчас пришлось бы поддерживать, пока она не перестанет расти. Это, наверное, до совершеннолетия. Это очень долго. Вот это каждый раз в полгода хотя бы. И неизвестно, что было. Пока Маша знает лишь, что у нее больная ручка, но еще не понимает, что отличается от других детей. Сейчас она под полной опекой мамы и папы. И редко общается со сверстниками. Но очень скоро осознает, что она не такая, как все. Игры на детской площадке, потом занятия физкультурой в школе, в спортивных секциях, в танцевальной студии, о которой мечтают все девочки. Всего этого Маша Мазокина может быть лишена. То, от чего здоровые дети получают радость гармоничного развития и общения, для нее может обернуться обидами и душевными страданиями. Машу может спасти операция в Ярославской клинической больнице имени Славьева. Она специализируется на подобных патологиях. Операция очень сложная и многоэтапная. Стоит она очень дорого – 590 тысяч рублей. Скромная зарплата Машиного папы, Евгения, который работает вахтовым методом в Москве водителем автопогрузчика, не позволяет скопить такие деньги. Но без операции никак нельзя. И делать ее надо срочно. То, что не под силу одной семьи, возможно сделать всем миром. Надо помочь молодым родителям маленькой Маши. Напоминаем, если вы хотите помочь Маше Мазокиной, то отправляйте смс-сообщение со словом «Добро» на короткий номер 5541. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Из корпоративных номеров сообщение не принимается. Но если вы хотите внести более крупную сумму, то заходите на сайт русфонда.ру. Там указаны все возможные способы оплаты пожертвования. Продолжение следует...